Приветствую вас и, вы знаете, вот если говорить о том, как невыдачный брак может повлиять на жизнь, то в вашем случае мне думается, что ситуация представляется так. Значит, вы потеряли в своей жизни что-то важное, попробовав это. То есть, речь идет о семейном уюте, которого вы хотите. Семейный уют для вас ценностей. Значит, если семейный уют для вас ценностей, то вы пытаетесь к этой ценности, значит, так-то прийти. Вы пытаетесь эту ценность достичь. И тогда возникает следующий вопрос. А мужчину, мужчину, возможного мужчину, которого вы можете встретить, можете не встретить и так далее, вы воспринимаете как? Ответ достаточно простой, как средство для достижения вот этого вот семейного уюта. Но семейный-то уют вы воспринимаете в контексте своего брака, который у вас распался, скорее всего, потому что другого-то семейного уюта у вас не было с другим мужчиной. Вот получается, скорее всего, что всех возможных кандидатов на роль вашего мужа вы обсеиваете по критериям представлений семейного уюта в контексте вашего мужа. Вот то, что я хотел бы вам сказать. То есть, понимаете, какая проблема? Вы хотите семейного уюта, мужчину воспринимаете как средство для достижения этого семейного уюта, а семейный уют воспринимаете в контексте своего бывшего мужа. Вот именно поэтому у вас и не получается встретить человека под ощущением. Правда, вы волей-неволей, возможно, сравниваете его не со своим мужем, нет. Вы сразу проектируете возможность создания с ним своего семейного уюта, его семейный уют сравниваете с тем, что у вас был. И из-за этого вы человека не можете встретить. Что вам делать для того, чтобы это исправить? Ну, во-первых, я думаю, все-таки стоит подумать, почему брак не удался. Стоит подумать, почему у вас не получилось построить отношение с бывшим мужем. Каковы причины того, чтобы брак распался? Дальше следует выделить критерии семейного уюта, которые вам нужны. То есть, что вам нужно от мужчины? Что он, по вашему мнению, должен делать? Что он, по вашему мнению, должен давать женщине? То есть, вам. Что он, по вашему мнению, там, обедом получая, должен получать? Что вы можете дать мужчине? И так далее. Это во-первых. Во-вторых, возможно, больше нужно арестироваться на человека. То есть, вам нужно дать ему шанс и стараться понять, каковы его желания. И стараться показать мужчине, что вы можете удовлетворить его желания. И тогда смотреть на его отношение к вам. Правильно, нужно, ну, я думаю, это стандартная такая, универсальная, знаете ли, рекомендация. Расширить кругозор. Ой, это не кругозор, прошу прощения. Расширить географию поиска мужчин и самой пересмотреть обстоятельства знакомства с мужчинами. То есть, где, как, при каких обстоятельствах вы с ними знакомитесь и нужно вот это вот поменять. Как правило, более, знаете как, более верными, более надежными местами для знакомства можно назвать именно места, где вы занимаетесь своими делами. Вообще, любые места, в которых вы осуществляете свою деятельность. И вот это, как раз таки, ну, является более правильным, более продуктивным для того, чтобы вам встретить именно того человека, который был для ваших взглядов. Кроме того, вы говорите, не могу встретить человека по душе. А вот что значит, не можете встретить человека по душе, не совсем понятно. Что для вас означает этот самый человек по душе? Что для вас, что входит в это понятие? Об этом тоже нужно поговорить, хотя бы чисто для вас, хотя бы вам для себя это нужно выяснить. Потому что в противном случае, возможно, вы даже сами себе не представляете, к чему вы стремитесь и куда идете. Вот, примерно так можно ответить на ваш вопрос. А если какие-то дополнительные моменты остались, обращайтесь в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok